приветствую вас зрители гости подписчики youtube канала русский тяжеловоз не совсем уже ранее утро солнце высоко лошадки вышли с загона и сразу с голоду активно начали поедать траву молодая серая кобыла по кличке с жасминка первый год как ожеребилась была с хорошей массой тела но за один месяц кормление же ребенка заметно схуднула и многие другие кобылы тоже так обычно бывает именно в июле месяце а уже после середины августа начнут заново набирать вес жемчуг так например тумбочка тоже выглядит не особо это еще возможно из-за паразитов последний раз мы глистогонку проводили весной еще был снег кобылка сталь та самая которая двух маток сосет а там специально отстали дунай молодой жеребчик два года и три месяца и вороная молодая кобыла арабская ночь клюква и кобальт не сработал препарат универом который покупал оптом с москвы когда кобылы испражняются у них видно личинки торчат а именно этот универом по своим характеристикам и хорош что он воздействует на желудочного овода на носоглоточного овода но не воздействовал не получилось не сработал хотя в прошлые разы все было намного лучше с этим но несмотря на это у многих лошадей нет зачесов на хвосте на репице у основания у некоторых есть сейчас рынок предлагает большое количество различных антигельмитных препаратов но в любом случае все они как бы крутятся вокруг трех основных компонентов или сказать действующих веществ первое это мектин отсюда пошло название всех препаратов и вермектин и примек 2 это аверсект так и называется аверсектин кстати именно которые на основании аверсектина вот они особенно хорошо влияют на повода как носоглодочного так и желудочного кнопка что-то съела и третий это все которыми мы пользовались поэтому я про них знаю поэтому рассказываю это левомизол так он и называется и есть еще другие аналоги левомизола в названиях которых встречается корень левомизол или зол вернее это будет говорить о том что основное действующее вещество левомизол и и теперь у нас значит сроки в какие сроки сколько раз в год нужно проводить в идеале четыре раза в год но так как я состою в многих ветеринарных сообществах в группах где происходит различные обсуждения и основании этих заключений пришел к собственному выводу что такие препараты как и вермек жеребом кобылам неважно на какой стадии жеребости ставить очень рискованно может произойти аборт так например был случай у моего знакомого после инъекции и вермека произошла абортация именно этим препаратом также есть еще два препарата которые используют оральным способом кормлениям это порошки или скажем гранулы еще они бывают в таблетках и в суспенциях их можно раздавать либо суспенции с водой разводить либо порошок размешивать с кормом эти препараты называются альвет и альбен и такой момент тоже также был случай после препарата альбен произошел аборт совпадение это или закономерность утверждать не могу но такой случай был у моих знакомых про это нужно говорить как говорят умные люди учатся на чужих ошибках так что эти эксперименты могут оказаться очень и очень дорогостоящими и и теперь вернемся к срокам когда нужно проводить глистогонку овод как серьезный паразит заканчивает лед примерно 20 июля это желудочный а носоглоточный овод который называют еще по-другому крючок или бугулёк но это наши местные пастухи так называют он заканчивает свой лед примерно в конце августа и его личинки которые остаются на кончиках волосках часто можно наблюдать маленькие желтенькие такие точки на кончиках в области лопатки коленного сустава передних ног они еще около двух недель созревают затем вызывают на коже зуд лошадь их чешет они попадают кусают грызу то она попадает в рот и затем там происходит некоторое время гудсон приют и это желудочный овод носоглоточный овод а так стопы возможно я перепутал немножко цикл жизни желудочного овода и носоглоточного овода но тем не менее самые оптимальные сроки для глистогонки это начало сентября поехали рыбаки уже дело к обеду рыбак ливать перестает во время вернемся к нашей теме вот начало сентября это уже все сто процентов все насекомые летать завершают лошади начинают спокойно пастись самое время набирать массу восстанавливаться после гнуса и вот в это время нужно проводить глистогонку на красавчик черемухи такой красавец чародеем назовем его чародей так потихоньку мы клички присвоим сталь чародей кобальт заодно виде за один видеоролик сразу трех мы назвали от клюквы кобальт от гнидой стрелки сталь и от черемухи чародей но соблюдаем тот же самый принцип по первой букве клички кобылы даем кличку жеребенку нужно еще чтобы у нас в кадр попал обязательно дучка она пошла на поправку продолжим нашу главную серьезную тему особенно которая касается коневодов это здоровье поголовье лошади даже одна лошадь теперь жизненный цикл большинства паразитов от яйца до взрослой особи ну это все что не касается овода носоглоточного желудочно у них жизненный цикл целый год длится и я особую угрозу они представляют именно когда завершают этот цикл желудочно уводи его может быть настолько много что он может вызвать колики с летальным исходом и носоглоточный овод тоже большое количество видеороликов видел которые мне скидывали в личку или в группах где-то в сообществах когда лошадь стоит а у него в мае в начале месяца сноса прям такая розоватая пенистая кровь идет и у людей это вызывает панику они не знают что это а это есть именно проделки носоглоточного вода ну и вернемся к другим паразитам моих там целая куча это гельмиты круглые у нас идут там аскоридос затем идет параскоридос такие вот основные которые вот внутри кишечника у них примерно три месяца жизненный цикл от яйца до взрослой особи и именно поэтому нужно проводить глистогонку каждые три месяца таким образом можно отсчитать если мы первую провели в начале сентября именно препаратом который воздействует универсально в том числе и на желудочного вода то вторую можно проводить уже другим препаратом который не воздействует на желудочного вода но воздействует на аскоридов к ним можно отнести например фептал альвет аверс но аверсект это тоже вот наш лыжного вода работает так что там дальше у нас еще мы поехали следующее у нас идет глистогонка в начале декабря следующая глистогонка идет в начале где-то марта конец февраля начало марта ну и потом в идеале конечно проводить глистогонку еще где-то вот в мае в июне но мы вот эту глистогонку как бы пропускаем потому что идет период до всех кобылы на последних сроках жеребости и поэтому у нас как-то всегда так получается что кобылы лошади проходит только три глистогонки где у нас . . где-то я еще столько что видел не знаю было бы было ли это интересно было ли это полезно но думаю что это все полезно конечно многие зрители нашего канала являются просто зрителями не конец заводчиками вот она . она идет и вот они вдвоем ходят нет это не тот это матрос вот она . по-прежнему с кобылой кубой закрываю их накопители и сыплю на ночь овес она от табуна не отстает бегает шустро уже есть траву пьет воду ох как они лупят друг друга здесь байкал жеребчик тоже ребра видно сходу кобыла мексика ее же ребенок кобылка медь почему-то она лохматая такая не шелковая друзья рассказал немножко о своих мыслях в глистогонке но вопрос не стоит в том что нужно ли проводить глистогонку или не нужно проводить глистогонку однозначно нужно проводить есть еще некоторые кто считает что достаточно провести глистогонку каким-то народным средством это используют в корм добавляют табак и глисты выходят и второй способ это когда лошади дают соль и тоже глистов втипать не будет это все ерунда нужно именно проводить глистогонку прям конкретно либо инъекциями уколами индивидуально каждой лошади либо общим таким методом с кормом либо с водой еще такой момент это повторная глистогонка после двух недель это вообще тоже такое есть такое практикуется но мы вот один раз только делаем и все но вообще в идеале считается что нужно проводить по правилам именно через две недели повторно почему потому что считается что в организме остаются яйца гельминтов и они глистогонки якобы не не выходят после первой глистогонки и когда уже действующее вещество препарата перестает действовать и яйца созревают то получается что это заболевание возрождается вновь но у меня допустим свое личное есть такое убеждение что в принципе этот препарат воздействует и на яйца этих гельминтов и поэтому достаточно только одного раза и еще такой момент что любой препарат он действует в организме длительное время и поэтому достаточно провести только одну процедуру и уже будет заметен результат все друзья всем пока спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик у меня сейчас будет передача эстафетной палочки кнута нашему пастуху дядь Валеры на горизонте он едет уже а мы поедем домой ремонтировать трактор Т-25 коленвал пополам у нас в этом году прям масть идет медикалин вала медикалин вала медикалин вала